Прошел дождик, и я хочу пробежаться по саду, просто показать, как же мало у меня работы благодаря почвопокровникам. Нас не было где-то больше, чем неделю. Шли дожди, и вот сразу станет понятно, сколько бурина наросло там, где есть почвопокровники, и сколько там, где нет. Вот я показываю. Это засохшая абриета. Она как птица феникс, вот так восстанавливается, то есть она уже отрастает. Вот такой буриан я не полю вообще, ну полю в качестве, там где он мешает, там где действительно есть ради чего. Вот это у меня розочки Эдди Мерфи, так и хочется сказать. Эдди Митчелл на самом деле. Это единственная новая розочка, которая как-то цветет. Раньше я думала, что это я виновата. Но на самом деле это особенность сорта. Есть розы неприхотливые и устойчивые, есть капризные. Поэтому вот если я покупаю, и вот она прижилась, я считаю, это просто такой вот устойчивый сорт. Вот, а если не цветет, надо менять и не морочить голову. Вот еще раз врач почвах округники. Вот смотрите, какой большой кусок. Вот это зеленчук, так? Там вообще нечего полоть. На весь вот этот огромный кусок, вот там вдалеке, один единственный какой-то бурьян. А так все вполне. Лилия, бузульник, хосточка. Вот там туя вот это вот. Вот как-то оно все, ну вообще работы нет. Дальше идем. Вот здесь, ну вот здесь, оно само себя настолько заглушило, что я, ну вот такой вот, вот такой бурьян, я вынуждена была выпалывать. Вот он лежит, варяется. Вот. Там, где он не мешает, я его пока оставляю. Бурьян сохраняет влагу. Вот, дальше в почвах округники. Ну вот здесь, конечно, вот этот бурьян, он немножко разрушает ровность. Так как бы должна быть однородная картина, а здесь мешанина получается. Я его, конечно, тоже выпалю. Но все равно, это же немножко отличается от того, вот если не посадить почвах округники, не посадить цветы. Я сейчас в такое место подойду. Там бурьян будет. Ой, там непонятно с чего начать и вообще что делать. А здесь, ну вот почвах округник низенький, здесь цветочки. Вот опять фиалка эта, просто они смешались у меня два почвах округника и получилась пестрая такая вот поверхность. Это не очень-то мне нравится. Зато цветочки вот. И прополка, в принципе, как бы она тут, ну не так уж актуальна. Единственное, что я, конечно, хочу сделать, чтобы вот эта буквица была нормальным кустом, я фиалку отсюда уберу. Это мне не очень нравится. Но сам факт, что здесь нет бурьянов, уже очень даже радует. Ну вот фиалка, фиалка. Ну вот один бурьянчик. Вот еще розочка благодарная, она в этом году собирается цвести, только что посадила. Это просто говорит о том, что такой прекрасный сорт. А вот это самые шикарные пучвопокровники, но они у меня только-только разводятся. Вот эта живучка очень низенькая, абсолютно красивая, вообще невероятный оттенок, такие листья морщинистые. Вот ею я бы заменила вообще все, просто ее у меня мало. А вот этот бурьян я, ну, не полю, потому что у меня здесь ничего не растет. И он закрывает землю, чтобы не высыхало, и чтобы более такие вот бурьяны высокие не создавали мне проблемы. То есть я показала зеленчук, показала фиалку. Ну, гвоздика довольно-таки дело агрессивная. Седумы хорошенькие, конечно, здесь тоже пропулки практически нет. Ну что, тут все хорошо, но само собой растет красота. Седумы тоже можно считать пучвопокровником, даже прекрасным. Прекрасно, вот они везде, и полоть ничего не приходится. Всякие бересклеты, это вообще находка. Под бересклетами никаких проблем. Вот этот миленький бурьян, как я уже объясняла, я не полю. Если бы здесь что-то более интересное росло, конечно, я бы его выпалила. Вот эта прунела, она достаточно низкорослая. Шишки, вот эти семена, нужно, конечно, обрезать, потому что с шишками, во-первых, нет шансов, что она будет свисти, а она все-таки цветет до сих пор. Вот я обрежу шишки, и надеюсь, она будет свисти. То есть бересклеты, вот эта прунела, тоже хорошая. Ну, сентолину никак пучвопокровником не назовешь, она довольно высокая. Колокольчики тоже для пучвопокровников, они высоковатые. Это уже все-таки не пучвопокровник. Ну, и вот здесь этот бурьян, он мне вполне нравится, миленький. Похожий на кисличку. И вот эти всякие там седумы. И вот эти змеючки, вот, клопогон, очень интересное растение. Интересно, как оно будет свисти. Вот розочка. Если я посадила в прошлом году, и она мгновенно зацвела, все, можно радоваться, повезло с сортом. Если не зацвела, это значит, так оно и будет. Поэтому я теперь иду следующим путем. Покупаю розы подешевле на базаре. И смотрю, если цветут, сразу же оставляю. Не цветут, куда-нибудь мою лицу высаживаю. Пусть там голову морочат. А вот это будра. Вот, какая прелесть. То есть она сначала весной вверх. Вот сколько бы у меня здесь было прополки, если бы не было будры. Это у меня гибискусы. Вот уже черноплодки сколько. Вот какая прелесть эта будрочка. Вот она мне все закрыла. И тут у меня прополки никакой нет. То есть за неделю вообще делать нечего. Будра все сделала за меня. А вот здесь с помидорами, какая прелесть. Вот. То есть тоже никаких бурьянов, бересклеты и помидоры. Вообще красотища. Ну, тут вот так. Тоже вот этот миленький. Но на дорожке тут, конечно, есть бурьян. Вот здесь уже ничего у меня, никакого почвопокровника. Так я хоть такой низкий оставляла бурьян. Иначе был бы вот такой. Вот там нет почвопокровника. Это мне придется сейчас полоть. Это я очень не люблю. И вот опять-таки почвопокровник. Вот почему я говорю, что почвопокровник это помощник просто прекрасный. Есть почвопокровник, но здесь в сто раз меньше этих бурьянов. Конечно, они есть. Но несопоставима с тем, когда нет почвопокровника. Вот бурьян как выглядит. Это прелесть. То есть бурьян низенькая, стелющаяся. Ой, абрикоска какая хорошая. Так, оберкуску забираю. Так. В общем, почвопокровник это выход. Вот что творится, когда почвопокровника нет. Вот маленький кусочек. У меня не дошли руки. Вот. Это ужас какой-то. Это сколько у меня работы. Вот что стоило бодру здесь посадить. И горя бы сейчас не знала. А теперь мне вот это все придется полоть. Так это ж не поколев мой рост. Это за неделю вот такой бурьян вымахал. Так что есть польза от почвопокровника. Вот здесь мне ничего делать не нужно. Нет у меня работы. Ходи только помидоры собирай и радуйся жизни. И вот тут же. Вот пожалуйста, что у меня здесь. Сколько мне прополки. Кто мешал посадить здесь эту бодру? Спрашивается весной. Что я имела ввиду, когда этого не сделала? Не знала. А вот это мои лианы помидоры уже пошуровали. Вот это уже нормальный размер у помидоров. И нормальная мощность. Вот. Когда они вот так в диком виде растут, они набирают силу и обороты. Ой, колокольчики такие красивые. Не знаю. Рука не поднимается выпалать. Хотя, наверное, это бурьян. Я даже не знаю, что это такое. Но они высокие такие. Я не определилась, красиво это или не очень. А вот так сейчас я покажу. Одно закончилось, другое началось. То есть, мне нравится дождь ежевики. Она вот как-то так вся сморщилась. Но зато вон винограда сколько. Сейчас покажу. Вот немножко обрезали. Я не боюсь вот этих дебрей совершенно. Потому что в дебрях получается урожай. А без дебрях у меня никакого урожая не получается. Когда я это все привожу к какому-то культурному виду, оно не хочет плодоносить. Оно просто в недоумении. Чего я от него хочу? А так вот, пожалуйста. Так, джунгли свои я показала. Главное, что они урожайные. Помощников своих почвопокругников я показала. Желаю всем прекрасных садов. Замечательных урожаев. И главное, не заморачиваться, искать легкие пути. И находить способы, как без хлопот все выращивать.